Я вообще была таким непосердливым ребенком, можно так сказать. Я всегда хотела показать себя. Я любила выступать, где-то быть задействована и никогда, в принципе, вообще не сидела на месте. Любила выступать, показывать себя, танцевать, петь. В более старшем возрасте интересов становилось больше. И когда пришло время выбирать профессию, для Нины примером стали родные, которые работали в МЧС. Я обожала погоны. Мне очень нравилась форма. Как это выглядит, для меня было что-то очень красивое, можно так сказать. Я в 7-8 класс уже точно определилась, куда я пойду, чем буду заниматься. Учиться в университете государственной противопожарной службы было непросто. Естественные науки, физика, химия, математика занимали много времени. А кроме них физподготовка и спецпредметы. Это дисциплина, потому что все приходят со школы, все жили с родителями, а там попадают в очень жесткие условия. Ну, как в армии, да, получается. Вот приходят молодые люди, так и здесь. Дисциплина во всем. Дисциплина в форме одежды, распорядок дня, в уборке, в учебе. То есть все в жестких рамках. И это структурирует человека. Теперь она государственный инспектор пожарного надзора. Ее задача – снизить количество пожаров. Направление ей помог выбрать случай. Однажды ночью она спасла соседей от пожара. Выйдя на улицу, я увидела, что начинает гореть крыша бани. Но так как это была глубокая ночь, никто не проснулся. Я позвонила, получается, по номеру. И пошла, побежала сразу же туда, в дом. Со мной были друзья. И я понимаю, что люди-то спят в доме, потому что света не было. И ворота были закрыты. Мне пришлось перелезть через забор, забежать к ним в дом, их разбудить и вывезти. Инспектором она работает всего год. Весь профессиональный путь впереди. И работа вдохновляет. Я вообще люблю профилактику. Я люблю с детьми работать и с населением работать. Мечта. Можно сказать, что я хочу как можно больше донести до населения, как правильно действовать во время пожаров, чтобы снижалось количество пожаров, чтобы не погибали люди, не погибали дети, чтобы все жили долго, счастливо, все были живы и здоровы. Алексей Козлов и Дмитрий Бурматов. Тюменская служба новостей.